Во всех трех странах, подписавших этот меморандум, деляется большое внимание развитию возобновляемой энергетики, а также приняты планы по переходу на зеленую экономику. К примеру, в Узбекистане к 2030 году намечено доведение доли ВИЭ до 25% от общего объема генерации электрической энергии. Корреспондент Сибиселена Косолапова сейчас находится в Ташкенте. Она поделится с нами подробностями. Добрый вечер, Елена. Здравствуйте, студия. Приветствую вас из Ташкента, из Узбекистана. Узбекистан известен как страна, богатая традиционными энергоресурсами, в частности газом. Однако в последние годы Узбекистан, как и Азербайджан, все больше уделяют внимание развитию возобновляемой энергетики, или, как ее еще называют, зеленой энергетики. Сейчас рядом со мной Лешер Рузматов, руководитель отдела координации компании Sun High Tech. Он нам расскажет о планах Узбекистана в этой области и о том, какие проекты сейчас реализуются. Алишер, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, какая стратегия сейчас реализуется в Узбекистане для развития возобновляемой энергетики? Какая стратегия принята? Отличный вопрос. Узбекистан обладает очень высоким потенциалом и располагает много ресурсов к возобновляемым источникам энергии. И, в частности, стратегия Узбекистана по переходу к зеленой экономике доказательство тому, что Узбекистан активно действует в этой сфере. В частности, реализуются проекты в области солнечной энергетики, в области ветроэнергетики, а также в области гидроэлектростанций. Такие крупные инвестиционные проекты от компаний «Аквапауэр», «Маздар» и так далее все заходят сейчас на рынок Узбекистана и, в принципе, инвестируют в наш потенциал и в наши возобновляемые источники энергии. Алишер, а видите ли вы возможности для сотрудничества с Азербайджаном? Обсуждаете ли вы вообще такой вопрос? Да, с Азербайджаном, конечно же, для нас это очень привлекательный рынок, потому что Азербайджан имеет также высокий потенциал к возобновляемым источникам энергии. И стратегия Азербайджана, в принципе, идентична Узбекистану. Есть только различия в цифрах. То есть, если же у Узбекистана к 2026 году цель увеличить долю возобновляемых источников энергии к 25% в Азербайджане, эта цифра составляет 24%. А к 2030 году в Узбекистане цифра составляет 35%, в Азербайджане 30%. В принципе, различия незначительные, и рынок обладает сейчас тоже всеми условиями для достижения данной стратегии. И также мы были бы очень рады к международному сотрудничеству, то есть к партнерству именно в Азербайджане. Нам позволит наш опыт, и также работа по международным стандартам легко освоится на этом рынке. И хочу подчеркнуть сегодняшнее трехстороннее соглашение, которое было между Казахстаном, Узбекистаном и Азербайджаном в области возобновляемых источников энергии, то есть создание зеленого коридора в Европу и на Кавказ через именно вот эти три страны. Это подчеркивает уже стратегическое сотрудничество между нашими странами. И это, в принципе, довольно большая возможность для нас и для других стран. Спасибо большое, Алишер. Надеюсь, что у нас будет больше совместных проектов в области зеленой энергетики. Спасибо. Напомню, что рядом со мной был Алишер Рузматов, руководитель отдела координации компании «Санхай Тек». Студия. Спасибо, Елена. Да, действительно, солидарность стран очень важна на пути ускорения процесса зеленого перехода. А я напомню, на прямой связи с нашей студией была корреспондент CBC Елена Косолапова. Спасибо.